Левитом 16 глава У меня такой вопрос вообще, кто читает недельные главы Торы? Мало? Вы знаете, я просто, даже чем начну, я расскажу, что недавно я встречался с одним братом. Я спросил, что ты считаешь сейчас на Библии? Вы знаете, что он мне ответил, что меня очень сильно шокировал. Он говорит, что я очень много работаю, даже читать в Библии. Мне это очень горчило. И сегодня эти руки тоже меня горчили. И почему? Я вам скажу, потому что я его спросил. Он говорит, что ты не забываешь вообще? Он говорит, что нет времени. Он замолчал, потому что входит на Китай, а другой человек умирает, потому что некогда дожди были. И это люди наши общие. И все мы таковы и есть. Мы не отличаемся от многих собраний, так что от многих верующих. Ну давайте почитаем. Я немножко коснусь, как было так вот этой темы. Потому что это глава, недельная глава и Ахреемот и Большим. Они каким-то образом связаны с этим. Мы говорим с ней хорошо, Чамгу, Ахреемот и Большим, Большим, Большим. Ну что, все открылись с нас, и главу спернушки там. И говорит Господь Моисею по смерти двух сынов Аарона, когда они приступив к предлице Господним, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время ходил на святилися за завесную перед крышкой, что накоптели, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаках. Большим должен пронить Аарон во святилище с текстом в жертву за грех и соном во всеживление. Священный именной хитов должен надевать он нижнее платье именной, да будет надели его или иным поясом пусть опоясывается, и именной хита надевает это священные одежды. И пусть обувает он тело своей водой и надевает их. И от общества снов Израилев пусть возьмет двух козлов в жертву за грех, и от того повно во всеживление принесет Аарон в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой. Что мы здесь видим? Если мы читаем в сторону постоянно, то мы и будем понимать какие-то вещи. Почему сыны Аарона на дабе сделали что-то не так и за это оплатились? Если мы на дабе делаем, то мы не знаем, что в этом уровне ничего там. Это у меня ассоциируется с такими вещами, как человек, который закончил только учебное заведение. Колледж такой. Ибрейский колледж, семинар. И получил только вот диплом. И хотят показать насколько они уже профессионалы. Может быть в тот момент как раз и была эта проблема, что они только получили дипломы первосвященников. Обвлеклись, почувствовали эту славу Божью. И им еще раз захотелось такой славы. Но это вышло для них Богом. И что мы видим здесь, что толкает еще на такие вещи, что Моше потом получает от Господа, что не во всякое время нужно выходить. Что есть определенное время, когда можно, когда нет. И здесь Господь показывает, что раз в году только должен ходить. И мы видим какие-то вещи здесь тоже. Что Бог дает особенный вход в его присутствие только в Ешоа Мессия. Я буду кратко все это подводить. Но я думаю, что вы должны понять меня. И последствием дави Ешоа Мессия мы можем ходить во Святой 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 Святой. Потому что Ешоа, как первосвященник, и агнец, который был в то время, это прообраз в одном лице. Евреям 6.19. Здесь есть такие слова. Если тогда первый священник мог ходить один раз в году во Святой Святой Святой, через жертву Ешоа у нас есть постоянная возможность встречаться с ним. То есть, через жертву Ешоа мы можем ходить там каждый раз. И евреям 10 главе написано в 19 стихе. Итак, братья, имея где-то время выходить после дилища посредством крови Ешоа Мессия, путем новым и живым. И в парке 10 евреям, в субчане, в котором есть для нас битахон, через жертву Ешоа Мессия, для кодекса души. И мы видим потом связь с Йонгтихуром, где-то двух козлак, я не хочу на этом останавливаться. Мы много раз слышали об этих вещах, и Дима комментировал когда-то и Леон, и другие вчителя. Но я хочу перепрыгнуть на 18 главу. Чтобы мы там увидели, как мы должны жить, не по обычаям Египта, и тех народов, которые жили на битахон. То есть не по обычаям мира, как мы понимаем. И Господь говорит, я Бог всесильный ваш. И там в 18 главе он несколько раз говорит, я Бог, я Бог всесильный наш. И в 18 главе в 4 стихе есть такие слова. Мои свободы исполняйте, и Господь на основании соблюдайте, поступая по ним, я Господь Бог вас. И дальше темы идут о наготе, и о сексуальных взаимоотношениях, и я хочу посмотреть, чтобы мы посмотрели какой-то это для нас урок. И что значит не открывай ногады? И какой это урок для нас сегодня? На прошлой неделе Дима раскрывал тему языка. И я вижу в этом уроке себя не рассказывай о недостатках своих родных, близких. То есть я вижу, что не только в наших собраниях нас среди многих верующих. И это тоже проблема. Дальше 19 глава. Это еще один урок. Объяви всему обществу сынов Израилев 19-2. И скажи святый Будь ибо свят я Господь Бог ваш. И так опять мы видим здесь какие-то уроки. И глава души говорит о моральных принципах. И все пара говорит о стендерте глоба. И о правильных отношениях между Божьими. Напоминает нам о десяти заповедях буквально все заповеди камеры. Просто в разных местах. И по порядку, так сказать. И эти заповеди, которые есть заповеди регулирующие отношения с Богом. И отношения между людьми. И о них, которые мы получили, они обращиваются в целом и в целом. И какую языку мы можем принести уроки? Что значит быть цветными? То есть мы должны быть отделены. И о чем еще это говорит? И для меня идут постоянно в этом плане стихи из Писания, Евреям 6.1. Это те темы, которые мы недавно проходили. И очень много проповедовалось об этом. И здесь написано, посему оставим начатки учения, неси и поспеши к совершенству. И здесь написано, что мы должны подходить к счастью, к счастью. Как Писания говорит, переходить из веры в веру и славу, славу Господь на Духу. И мне все время это толкает на то, что пора расти. И все больше приближаться к Господу. Чаще встречаться с Ним. И не находить слова такие, которые говорят, они не как-то. Для всех знаний. Мы можем каждое утро встречаться с Ним. Мы можем несколько минут хотя бы прочитать, как что-то. И когда ты даже на работе, ты уже можешь размышлять о том, что ты уже читал. И я думаю, что нам многим нужно покаяться об инертность. И меня все время толкает на то, чтобы сказать, и чтобы кто-то из вас услышал. Потому что есть вещи, которые должны нас изменять. И мы должны выйти из младенчества. С детства. И возрастать. Стать отцами. Потому что наставников очень много отцов. И еще больше мы ломлим и валиешь мято. И не больше открытым, где-то там сказали. Не больше у нас цели о Гитлахене. Скоростите себя памперсом. Выпейте сушку. Выйти из детства. И начните что-то делать. Не осуждая никого. Не споряя, не ссоряя, не открытывая наготу. Искать Господа. Быть в мире с людьми. И исполнять заповеди. Вникать в себя Ему. Давайте поспешим совершенствовать святость. Чтобы хоть как-то быть святым таким, как Господь. Жене в души мы с вами. Мой шо. Велмэн. 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 ТЕП sia. Велмэн. Наbound Редак. Велмэн.